Всем привет! Сегодня мы поговорим о массовой болезни автобусов перевозчикам из Трансавта. Это самый крупный автобусный перевозчик Московской области. На многих маршрутах данного перевозчика очень часто нарушаются права пассажиров. А именно, пассажиров пытаются принуждать осуществлять посадку только через переднюю дверь, что противоречит и правилам проезда, и здравому смыслу. Наверняка, вы уже сталкивались со следующими вариантами бреда и неудобств. Пример номер один. Автобус с действующим турникетом. Зеленые валидаторы для оплаты проезда есть у всех дверей автобуса. Но посадку пассажиров водители все равно пытаются осуществлять строго через переднюю дверь. А чтобы никто не вошел во вторую и третью двери, их закрывают настолько быстро, что иногда защемляют ими выходящих пассажиров. Пример номер два. Крупный автобус без турникетов. Валидаторы висят у обоих дверей, а непосредственного турникета в автобусе нет. Но, при всем при этом, водитель на посадку открывает все равно только переднюю дверь. На второй двери иногда висит самодельная писулька о том, что вход через переднюю дверь. А саму вторую дверь водитель открывает вообще крайне редко, только когда есть желающие выйти. А на самом деле, подобная организация неудобной посадки противоречит и правилам проезда в автобусах Мастрансавта, и вышестоящим законам. Для начала, поговорим об автобусах Мастрансавта с турникетами. В них вы имеете полное право сделать вот так. Существует распоряжение Министерства транспорта Московской области номер 365. И в нем под пунктом номер 4 рассмотрены особенности проезда и порядка оплаты проезда по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в автомобильном и городском наземном электрическом транспорте Московской области, оборудованном техническими устройствами контроля оплаты проезда и пассажиропотока, турникетами. И конкретно в пункте 4.3 сказано, вход в транспортное средство через среднюю дверь осуществляется через половину дверного проема, обозначенную специальным указателем вход. Идентичный этому пункту есть пункт в правилах проезда в автобусах Мастрансавта, которые доступны на их официальном сайте. Из чего следует, что в автобус с турникетом пассажир может входить не только в переднюю дверь, но еще и во вторую. Точнее, в ее половину. И если вдруг водитель начинает возникать, требуя выйти, пройти через переднюю дверь, или типа того, смело ссылайтесь на этот пункт, и твердо стойте на своем. Вы вошли во вторую дверь, оплатили проезд возле нее, и вы полностью правы. А что касается автобусов без турникетов, где есть только валидаторы, то смотрим на все то же распоряжение Минтранса Московской области номер 365 и частично идентичное ему правило проезда в автобусах Мастрансавта. И в пункте 2.3 прекрасно видим, вход в транспортное средство, не оснащенное техническими устройствами контроля оплаты проезда и пассажиропотока, турникетами, разрешается после выхода пассажиров через все двери, кроме передней, а выход, через все двери. Говоря иначе, тут в принципе входить надо только во вторую дверь. Именно так правильно, именно так и надо. А самодельным писулькам никто подчиняться не обязан. Вторую дверь откройте на вход. Откройте вторую дверь на вход. Вторую дверь открывай на вход. Откройте вторую дверь на вход, елки-палки. Видите, как водитель... Вход во все двери. Распоряжение Министерства транспорта. Номер 365. Вход 4.3. Первая дверь, половина вторая. Вот именно. Что вы пассажиров мучаете? Безобразие. В области, но в транспортах правило. Ванин Александр Геннадий. Передняя дверь, половина второй. Распоряжение Министерства транспорта. Смотка обуты. 30 отказ. Пункт 4.3. Если есть турникет, то первая дверь и половина второй. Примерно так обстоят дела. И теперь вы знаете, что если есть турникет, то вы имеете право входить в первую и вторую двери, согласно пункту 4.3 приказа номер 365. А если турникета нет, то вы можете входить, по сути, почти во все двери. И пока все подчиняются турникетом и покорно идут строго в переднюю дверь, вместо быстрой и удобной посадки в разные двери, все так и останется. Не бойтесь требовать свое. Какие пункты цитировать для защиты своих прав и интересов вы теперь знаете. Свои успешные видео с применениями данных знаний присылайте нам. И вступайте в группу ВКонтакте по защите прав и интересов пассажиров пригородных автобусов Мастронцавта. Группа содержит теоретические знания о том, как грамотно разговаривать с контролерами в пригородных автобусах, на что ссылаться чтобы не получить штраф, как грамотно сопротивляться турникетам, и так далее. Еще важно обратить ваше внимание на такой факт, что на некоторых маршрутах с турникетами нарушения прав пассажиров еще более сильные. Бывает так, что пассажиров вообще не выпускают на выход до тех пор, пока все желающие сесть, не осуществят посадку через переднюю дверь. Даже самодельные писульки повесили о том, что на выход будут открыты двери только после завершения посадки. И плевать им на то, что места в салоне может тупо не быть и сколько неприятностей может доставить подобная давка. Причем это тоже противоречит правилам проезда и приказу номер 365 пункта 4.2. Там четко сказано, что вход в транспортное средство через переднюю дверь осуществляется только после выхода пассажиров. То есть сначала водитель должен открыть двери на выход, а уже потом – на вход. А они делают прямо противоположное. Неужели все такие терпилы? И согласны покорно стоять и ждать в автобусе каждый раз, когда водитель соизволит их выпустить. Потеря в одну-две минуты может означать целый испорченный день, как минимум. Вышел на минуту позже, не успел на зеленый светофор на переход, не успел на другой автобус для пересадки, остался ждать минут 25 следующей. Не говоря уже о том, что подобная умышленная задержка выхода – это прямое неуважение к вам как к пассажирам. И если вас так не выпускают, правильно сразу начинать долбить по кнопке требования остановки, поднимать истерику, вспоминать про этот пункт 4.2, и делать все возможное для того, чтобы принципиально выйти до того, как посадка в автобус будет завершена. Особо дерзких водителей можно лечить аварийной кнопкой вскрытия дверей. Вы хотите выйти на остановке, а вас умышленно не выпускают, чем вам не экстренная ситуация. И напоследок расскажем вам про небольшой лайфхак, который стал возможен именно после отмены кондукторов и ввода поганых турникетов. Все мы знаем, что во многих автобусах мостранца автостоимость поездки зависит от расстояния. Когда были кондукторы, то пассажиры им просто называли желаемую остановку, и покупали билет за соответствующую стоимость. А теперь, это происходит по следующей схеме. При входе в автобус с турникетом при первой отметке карты стрелка на валидаторе, списывается максимальная сумма за самое дальнее расстояние. А когда пассажир прикладывает билет повторно при выходе, то ему на карту возвращается разница. А что мешает на задней площадке приложить карту повторно через 2-3 остановки после отправления, но никуда не выходить при этом. В маленьких автобусах или когда пассажиров совсем мало, да, это не прокатит. Но когда речь идет про большой автобус в час пик с толпой людей, да и сам водитель больше следит за теми, кто как входит в автобус через турникет, то количество вышедших пассажиров он никак не успеет уловить через зеркало. Это было невозможно при кондукторах, зато легко проворачивать при системе оплаты проезда в виде турникетов со входом в переднюю дверь. А уж что говорить о тех, кто едет по льготным картам стрелка, и получает двойную экономию. Все это мы вытаскиваем наружу для одной цели – сделать возврат кондукторов, вход во все двери и отмену турникетов единственным логичным и выгодным решением для мастронцавта. И если вспомнить опыт Москвы, то там турникеты лишь недолгое время сдерживали зайцев, а потом их стало намного больше, ибо всегда можно подлезть, перепрыгнуть, войти во вторую дверь, пройти по льготной карте. А при кондукторах все это было невозможным. Вход во все двери, оплата проезда кондуктору уже во время движения, или на худой конец, через валидатору любой двери при входе в любую дверь – вот что нужно и удобно пассажирам. И не бойтесь контролеров. Да, в автобусах мастронцавта они тоже есть. Но встречаются они очень редко. А если даже и встретились, то никакого штрафа вам не будет, если просто отказаться давать им паспорт для его выписки, и уйти на ближайшие остановки. Удерживать силы у них права нет. Другие видео на нашем канале имеют много примеров, как уходить от контролеров в автобусах Москвы. Все это применимо и в Московской области. Главное – не бояться их, помогать друг другу, и не давать им никаких документов. В нашей группе ВКонтакте основные советы по защите своих прав от них тоже есть. Продолжение следует...